Клопов – городок небольшой, грязненький, жутко обшарпанный, как сотни таких вот провинциальных городков и городишек. Похож он на полуспившуюся нищенку, от которой сбежала родня куда подальше в поисках счастья. Где, впрочем, вскоре и сама благополучно спилась. Но всюду люди живут. Вот жили и в Клопове, и как людям свойственно, любили свой городок, любили улицу Карла Маркса, любили пересекавшую ее улицу Хошемина, любили площадь Ленина с памятником вождю. Кстати, Клоповский Ильич был небольшой, ладненький, никому не мешал, стоял себе в окружении голубков, которые исправно на него какали, но без всякого злорадства. Конечно, тут может возникнуть очень неприятный, даже болезненный вопрос, а как же совмещалась любовь Клоповчан к родному городу с полным отсутствием потребности хотя бы немного свои родные пенаты обустроить. Например, для начала осушить громадную лужину у глухошемины Чернышевского, образовавшуюся еще при Хрущеве, или немножко соскрепсти птичьей осадки с того же вождя. Ответов, наверное, много, но ведь и то правда, что любить чистенького и помытого способен любой, а вот обосранного и с отбитым ухом ни о какой перестройке никто в Клопове даже не помышлял. Если к тому времени у людей еще и была какая-то светлая мечта, так это чтобы арестовали коллектив центрального гастронома, нагло расхищавшего почти всю поступавшую в город в вареную колбасу. И потому, когда на экранах телевизоров замелькал товарищ Горбачев, делая народом мира ручкой, доверчивые клоповчане подумали, вот теперь-то, когда наступило новое мышление, коллектив центрального гастронома обязательно арестуют. Толстую заведующую Зимфиру Николаевну и злостную матерщинницу Зинку казнят прямо без суда на площади, Василису из Бакалеи навечно заточат в тюрьму, а одноглазого мясника Витьку посадят на кол, то есть были за демократию. Как раз в ту памятную весну в 85-го единственному сыну участкового милиционера Максимова стукнуло 10. Ничем особенным паренек не отличался, кроме редкого имени Лука и недюжинной физической силы. Бывало, пока собирает мать на стол обед, начнут отец и сын бороться, выясняя, кто из них сильнее. И не может тренированный сержант Максимов Луку одолеть. Обед стынет, мать ругается, уже почти плачет. А они так войдут в азарт, что и стола прокинут, и мать. Но не дает Лука себя положить на лопатки. Потом все-таки перекусит и снова в бой. Иногда до утра. Тут надо сказать, что сержанта Максимова в Клопове любили. Любили за скромность, за тихий нрав, за то, что как все хорошие люди мыкаются от получки до получки, а уж если иногда свистнет в свой свисток слышно на всю улицу. И потому не случайно неумолимо надвигавшуюся демократию многие видели в образе участкового. Видели, как на место бессовестных жуликов из центрального гастронома приходит сам Максимов с еще тепленьким наганом в руке, другой рукой сам взвешивает, сам выбивает чеки, сам разрубает тушу корова, которую, понятно, сам и вырастил, сам запирает гастроном и сам же остается до утра его сторожить. Но вернемся к Луке, с которым связана эта история. местами может и веселая, но в целом, к сожалению, довольно жуткая. Так вот, если отца в основном любили, то Луку его сверстники почему-то натурально не переваривали. у нас любовь означает жалость, а ребятишкам жалость никак не свойственна. Они, конечно, могли бы уважать Луку за силу, но в том и дело, что сила его была какая-то никчемная. Скажем, начнут ребятишки играть, измолотят друг дружку до полной неузнаваемости, а он, как неродной, стоит себе в сторонке и в играх не участвует. В общем, на лицо замедленное развитие. Ребятишки давно на учете, двое уже в колонии, один с ускоренным развитием в тюряге, а Лука так замедлился, что еще ни разу никому даже в морду не дал. Естественно, дразнят его всячески, а он молчит и обиду как будто не копит или копит, но уж как-то очень по-своему. Вероятно, от насмешек и издевательств происходили в его характере различные изменения. через несколько лет именно об этом говорил на суде ведущий клоповский психиатр безумцев. Он, в частности, вспомнил следующий эпизод, когда в четвертом классе Лука Максимов пришел записываться в секцию вольной борьбы, тренер Усман Анварович дружески улыбнувшись сказал «Ну-ка, богатырь, покажи, что умеешь». И Лука чуток подумав, взял тренера в охапку и выкинул в окно спортивного зала. Безумцев был уверен, что этот случай свидетельствует о давнем психическом заболевании юноши, однако судьи с ним не согласились, заявив под бурные аплодисменты публике, что выброс в окно тренера кавказской национальности доказывает обратное. Лука совершенно здоров и находился тогда в ясном уме. Но вернемся к нашему рассказу. Всегда считалось, что в здешних краях ввиду недостатка солнечных лучей и витаминов половое созревание мальчиков и девочек происходит медленнее, чем где-нибудь в Италии или у Ганди, однако исследования проведенные ведущим клоповским социологом Натаном Кисельманом показали по количеству абортов среди девочек наш Клопов не только вышел на первое место в регионе, но оставил далеко позади и жаркую Уганду, где, как известно, население круглый год ходит практически нагишом со всеми вытекающими из этого последствиями. Комментируя тревожные данные, а также порядком взбудоражившее город известия, что долгожданного стотысячного клоповчанина родила ученица пятого класса Вера Музурок, социолог задавал интересный вопрос, а в каком классе родила бы Вера Музурок, если бы в Клопове был теплый климат, а рацион питания рядовых жителей не состоял бы в основном из картофеля в мундире. Лука Максимов в тех исследованиях не фигурировал, но кое-что о его феноменальных биологических особенностях в городе уже знали. Когда однажды на медосмотре Лука мирно разделся до трусов, медсестра Виктория Тихоновна сперва обомлела, а потом с ужасом перекрывавшим естественное любопытство закричала Максимов «Сейчас же прекрати хулиганить!» Лука не понимал в чем дело. Если не прекратишь Максимов, я позову директора. Лука ежась от холда продолжал смотреть на медсеструху своими невинными глазами ко всеобщему ликованию одноклассников «Сучара» Виктория Тихоновна позвала не только директрису, а весь педагогический коллектив средней школы номер четыре, целиком состоявший из женщин различных возрастов. Кто виноват? Шеллука сильно разволновался и это весьма усугубило открывшуюся педагогам картину. Почему хотели исключить из школы его, а не медсестру или директрису, которая еще потребовала от бедолаги, чтобы он немедленно вынул и отдал ей то, что зачем-то туда засунул? Именно эти вопросы впоследствии задал на суде адвокат Макаркин, растрогав публику почти до слез. Эх, как бы нашлась в клопове девчонка, способная на крохотный подвиг нежности, как бы заметила Луку Нинка Федулова, в которую влюбился вскоре после медосмотра. Ну, пусть бы не влюбилась, а схитрила, знак подала, все путем Лука, ничуть не хуже других, просто нет в тебе наглости и напора, живешь-то как будто во сне, а не в нашем клопове. А вот сейчас поцелую, гуляли бы они тогда весенними вечерами по Карлу Маркса, сворачивали бы на Хо Шемина, взявшись за руки, обходили бы лужу, стояли у Ленина, кормя голубков, но не нашлось такой души. После восьмого класса пошел Лука Максимов в ПТУ номер два учиться на слесаря. К сожалению, это профессиональное техническое училище при железнодорожном депо, при всем желании и при самом честном патриотизме никак нельзя назвать обителью просвещения. Никак. Помести в него для опыта какого-нибудь академика или Нобелевского лауреата, он уже через месяц вышел бы оттуда совершенно понятным человеком, помнящим из всей сокровищницы мировой культуры лишь самое необходимое наш всеобщий пароль бля. но вот Луке даже это давалось с трудом произносил конечно и не так уж редко он но всегда как-то торопливо комочком точно не по насущной душевной потребности а лишь по неизбежной житейской надобности ну не обобщала его бля весь славный исторический опыт народа страны города депо ПТУ номер два пил Лука примерно так же и потому радуясь когда его не замечают прилежно шуровал в углу напильником и зубилом а вокруг уже шли коренные перемены во-первых суровой зимой девяносто второго городу было возвращено его историческое имя Клопов прежнее название Дезинсектальск тоже привелось и тоже вызывало определенную гордость но все же услыхав как их называют дорогими дезинсектальцами или прекрасными дезинсектальками люди частенько вздрагивали и начинали судорожно заглатывать воздух точно в них слегка плеснули этим полезным но ядовитым продуктом во-вторых в марте того же года был ликвидирован городской комитет коммунистической партии все его сотрудники во главе с бывшим первым секретарем товарищем мордатых были уволены вечером того же дня состоялось народное гуляние приодетые горожане высыпали на улице на площади играл духовой оркестр железнодорожного депо ждали мороженого коренные перемены свалились на головы как иногда падали громадные сосульки никто не знал пролетит мимо или зашибет окончательно но настроение все равно было приподнятое какие-то смельчаки в штатском которых прежде в городе не видели громко плевали на здание бывшего горкома ночью Ленину отбили второе ухо а на табличках с названием главной улицы рядом с фамилией Маркса появилось слово «ЖИТ» под которым кто-то из отважных демократов приписал «Ты сам ЖИТ» разошелся народ глубокой ночью а уже утром весь бывший горком в полном составе явился на новую работу в городскую мэрию что расположилось в здании бывшего горкома мэром города стал господин Мордатых в третьих был приватизирован центральный гастроном владельцем магазина стал его трудовой коллектив во главе с Земфирой Николаевной она к тому времени так раздалась в поперечнике что люди вечно толпившиеся у входа в ожидание какой-нибудь пищи или ареста расхитителей коротали время в спорах пройдет сегодня Земфирка в дверь или наконец навсегда застрянет вообще если фокус с горкомом мигом оборотившимся мэрии почти не тронул усталых сердец то переход центрального гастронома в руки давнишних и лютых врагов быстро придушил и без того крайне робкий идеализм клоповчан почему-то решивших что демократия это справедливость из перемен прочих следует сказать о появлении на центральной площади в киоске союз печать романа Бориса Пастернака доктор Живаго чтобы привлечь покупателей киоскерша пенсионерка снабдила книгу самодельной аннотации где написала будто этот доктор гинеколог уловка не прошла книгу все равно не покупали хотя вскоре я скерша сделала приписку дескать главный герой не только гинеколог но еще и венеролог и сексуальный маньяк обмануть клоповчан все равно не удалось однако сам факт появления в городе такого всемирно известного шедевра не мог не радовать он опровергал утверждение наших бывших мракобесов идеологов будто такая литература нашему народу не нужна нет очень нужна поэтому пусть лежит и наконец зимой 92 в клопове открылся ночной бар со стриптизом который имеет к нашему рассказу самое прямое отношение этот бар под названием сказки шахерезады уютно обосновался в бывшем подвале по улице поручика Голицына еще недавно пограничника дзюбы владельцем бара был господин тараканов он появился в городе пару месяцев назад но уже приобрел немалую известность тем что дал денег на восстановление единственной в клопове церкви где долгие годы помещалась артель красный инвалид каждому из потерявших работу 12 инвалидов он выдал в качестве компенсации по 5000 рублей сникерсу и памперсу памперсу правда одному на двоих он же открыл фирменный магазин ароматы Парижа где любая клоповчанка теперь могла купить или в крайнем случае понюхать настоящие французские духи ну а любой клоповчанин приобрести одеколон три дюма и недорогой и главное продававшийся в бутылках емкостью 0,75 литра слухи о тараканове ходили самые разные говорили будто никакой он не тараканов а вылитый внебрачный сын греческого миллиардера Анасиса Теодоракиса ну того самого за которого вышла замуж вдова убитого президента США Никсона Жаклин Тэтчер говорили что никакой он прости господи не Анасис нахрен ему сдался наш клопов вместе с инвалидами а это известный московский бизнесмен бывший хоккейный тренер Артем Тарасов сховавшийся в клопове от чеченомасонской мафии когда-то при царизме скрывались в клопове беглые каторжане потому имелось мнение что Тараканов никто иной как председатель ГКЧП Виктор Иванович Янаев тайно сбежавший из матросской тишины в тишину нашинскую поговаривали будто вот-вот за ним подтянется товарищ Лукьянов разумеется тоже видоизмененный до полной неузнаваемости ну никакой негативной реакции в городе ночного бара со стриптизом не вызвало раздевало правительство раздевали прямо на улице и какой-то там стриптиз в бывшем подвале небольшую манифестацию протеста провел лишь педагогический коллектив школы номер 4 около полуночи под предводительством директрисы несколько училок в валенках прошествовали мимо затемненных окон бара стройно скандируя запад ответь чему ты учишь наших детей запад молчал зато появилась стайка набожных старушек энергично орудуя клюками с криками сякухи хуже вас никто не научит старушки быстро демонстрацию рассеяли конечно дело не в том что они любили запад и другие стороны света нет конечно не любили а вот тараканова после пожертвования на храм почитались святым и всегда истово молились встречая на улице его джип понятно о происходящем в ночном баре тоже имелось достаточно версий и домыслов те же старушки вовсю утверждали и даже клялись будто ровно в полночь под аккомпанемент совершенно голого духового оркестра железнодорожного депо владелец центрального гастронома земфира скидывает с себя всю одежду и танцует цыганочку после чего лютые безбожники кассирша зимка и одноглазый мясник васька при всем честном народе сношаются до полной потери сознания слушай это люди стыдливо отводили глаза иные в ужасе замирали конечно вокруг творилось черт знает что и гастрономы после приватизации возненавидели в конец но все как-то не верилось что мать троих детей и бабка двоих внуков 62-летний земфира способна еще и на такое и совсем не верилось что оторвать зимка даже за деньги станет это делать с Витькой своим законным мужем лука максимов тем временем уже работал слесарем в мастерских депо прилично зарабатывал копил на корейскую радиолу и готовился весной идти в армию был лука как говорится девственником если вдруг его одолевало естественное желание шел и приподнимал плечом какой-нибудь вагон желание ликвидируя а когда накатывало дома бежал во двор колоть дрова сперва свои потом соседские иногда колол всей улицы в эту злополучную субботу после обеда он пошел покупать радиолу радиолы не было дрова идти не хотелось мать дежурила отец уже ставший к тому времени лейтенантом после легкого ранения отдыхал в санатории лука пошел в кино потом потом бродил по городу крепко замерз и оказался на улице поручика Голицына в ночном баре тихо играла музыка подскочивший лоб встретил его приветливым взглядом профессионального бандюги нечаянно вставшего на охрану порядка он потребовал показать бабки после чего ловко почти не оставив на теле странного посетителя синяков и ссадин его обыскал и впустил внутрь стараясь никого не задеть не свалить ненароком какой-нибудь столик не давить ноги танцующим Лука пробрался в другой конец зала и занял свободное местечко у самой эстрады которая пока пустовала и находилась в полумраке может где-нибудь в столице в такого рода заведении еще мелькнет лицо не совсем уголовное однако в клоповской шахерезаде такого практически не случалось лица были одно к одному несмотря на тусклый интимный свет точнее благодаря ему создавалось ощущение будто здесь за коктейлями проходят вечер встречи тюрьмы мужской и тюрьмы женской но стеснительный лука лиц не видел не поднимая глаз он тянул через соломинку из граненого стакана ликер амаретто понемногу согреваясь и с непривычки быстро хмелее стриптизерку люську лука тоже заметил не сразу когда совсем рядом увидел молодое полуголое тело почуял его запах в полной мере ощутил именно то что и должен согласно законам природы ощущать физически здоровый юноша еще не знавший блаженств любви он оглянулся надеясь увидеть поблизости спасительный вагон или хотя бы пару кубометров неколотых дров но ничего такого не обнаружил люська надо сказать была весьма симпатная рослая белотелая с высокими веселыми грудями и танцевала она для двух неполных курсов строительного техникума весьма прилично напоминая о том сколько же настоящих талантов еще зазря пропадают у нас во всяких вузах и техникумах в программе у нее было два номера первая довольно сложная композиция представлявшая собой что-то среднее между цыганочкой танцем живота и знаменитым умирающим лебедем Сен-Санса в данной сценической трактовке умирающим от отсутствия мужика умирая Люська Лебедь срывала с себя лифчик и на последнем издыхании шевряла его вглубь подвала второй ее выход уже более серьезный и художественно закончен был через час эх отменил бы кто-нибудь в ту ночь этот второй выход ставший роковым трубу бы какую прорвало или свет вырубился или Люська смекнула бы Шаклопов еще не до конца Париж или Лас-Вегас и не все еще готовы правильно понять ее сложное символическое искусство но ничего такого не случилось наоборот то ли Люськи осточертили рожи завсегдатаев в шахеризаде то ли из чисто профессионального интереса но появившись через час с коронным номером она она уже не сводила глаз сидевшего совсем рядом Луки и не только глаз именно об этом говорил потом на суде страстный адвокат Макаркин обратившись к Фемиде с прямым вопросом а что сделали бы вы господин судья если молодая хорошенькая деваха в самом соку именно вам улыбалась именно вам строила глазки именно перед вами потрясывала чудными нежными грудками и томно поводила своей тугой нежнокожей попкой а потом для полной ясности еще и скинула бы с себя ажурные трусишки вопрос не по существу сказал судья нервно поправив мантию конечно как стал импотентом так сразу не по существу крикнули из зала адвокат настаивал на немедленном проведении следственного эксперимента с этим согласился прокурор Стебаньков заявив что ввиду сложности дела эксперимент проведет сам но вернемся туда в дымный полумрак ночного бара где Люська уже скинув легкий пеньюар вьется у столика всеми своими действиями улыбками позами говоря вот Лука единственный долгожданный желанный смотри смекай и сам делай соответствующие выводы и Лука сделал конечно выводы могли быть иными если бы он к тому времени не выпил уже три стакана ликера Амаретто и тем более если бы этот ликер не был изготовлен на Клоповском лакокрасочном заводе словом только Люська довела свой номер до логического конца Лука поднялся и опрокинув столик пошатываясь пошел на нее он взял голую девицу в охапку повалил ее на пол и чуток опомнившись Люська стала кричать но почему-то кричать не так как кричат зовущие на помощь а совсем совсем иначе полупьяная публика решила будто это новый номер художественной программы и повскакав с мест шумно приветствовала исполнителей но вскоре стало ясно что это не просто номер а целый так сказать многоактный спектакль идущий практически без интрактов разумеется владелец бар тараканов сидевший подаль с двумя китайскими бизнесменами сразу понял в чем дело но увидев как оживились и повеселели эти хитрые китайцы уже две недели морочившие ему голову с покупкой уникальной клоповской зеленой ртути решил не встревать да и сам тараканов был порядком захвачен происходящим тот знаменитый чудо-негр которого он недавно видел в секс-баре в гонолулу работал хоть и изящно и с выдумкой и без валенок но по сути в подметки не годился этому местному парню в общем все шло как-то даже хорошо Люська покрикивала публика ликовала тараканов уже подсовывал расслабившимся китайцам договор на куплю продажу зеленой ртути уже обдумывая как бы втюхать им еще и не менее уникальную ртуть бурую но через несколько мгновений события приняли совсем иной оборот в дверях подвала появился когда-то шний одноклассник Луки Васька Сучков по кличке Сучара ныне знатный рэкетир увидев Люську которая уже трижды не дала ему ни за рубли ни за доллары потом опознав Луку пьяный и вооруженный Сучара опрокинув китайцев ринулся на сцену вскоре в баре уже творилось невообразимое описать это невозможно поэтому обратимся к тексту обвинительного заключения фигурировавшего на суде Максимов Лука Михайлович 1975 года рождения ранее несудимый обвиняется в том что 25 ноября 1993 года в ночном баре сказки Шахерезады совершил групповое изнасилование в группу изнасилованных вошли следующие лица Фарафонова Людмила Ивановна учащиеся строительного техникума гейша ночного бара сказки Шахерезады Сучков Василий Васильевич сотрудник совместного предприятия Василиса Тараканов Альберт Степанович бизнесмен Дун Сяо Лай Гражданин Китайской Народной Республики бизнесмен Ли Бер Зон Гражданин Китайской Народной Республики бизнесмен Табун Табун Заде Усман Анварович тренер по спорту инвалид первой группы Мордатых Борис Игнатьевич Мэр Ковальская Татьяна Иннокентьевна Баба Мэра Козлов Геннадий Федорович Старший вышибала ночного бара сказки Шахерезады Соболев Андрей Петрович Кандыба Виталий Кондратьевич Федорук Степан Антонович бойцы отряда ОМОН Карацупа Иван Никитович начальник отряда ОМОН К сожалению уровень правовой культуры клоповчан далек от идеала И когда был оглашен этот список публика в зале суда разразилась бурными аплодисментами крики «Ура! Молодец! Лука!» долго долго не смолкали Приговор до сих пор не вынесен Остается надеяться что он будет и справедливым и гуманным до сих пор на